бродя по просторам интернета наткнулся на фотографии сделанные таким объективом как пинг-холл у меня это очень заинтересовало тем более что этот объектив делается довольно таки просто я его себе сделал делал себе вот так а 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 и теперь решил пройтись по лесу поискать контрастные объекты какие-то предметы и сделать несколько точечных кадров ну и приглашаю вас пройтись со мной по лесу поискать что можно сфотографировать таким объективом изображение которое выдает объектив пинг-холл довольно специфическая даже специфическая очень не резкая мутная низким контрастом и с пониженной яркостью все систем что так называемые диафрагменное число в этом объективе очень большое весь свет который попадает на матрицу проходит вот через тот маленькая и маленькое отверстие это надо устанавливать выдержку длительную чувствительность высокую чтобы было хоть что-нибудь видно аппарат на котором установлен объектив пинг-холл сам по себе начинает называться стенок-камера и значит лучше всего для пинг-холла подходит те камеры у которых размер матрицы довольно таки большой у меня крупная зеркалка knf1200d поэтому ну не знаю что получится друзья фокусироваться через такой объектив очень тяжело потому что видоискатель ничего не видно надо использовать режим life you через видоискатель очень темная картинка получается можно разглядеть только небо одной из главных особенностей объектива пинг-холл является то что все предметы которые попадают в зону его видимости будут резкими резкими конечно это сказано громко но имеется в виду что с одинаковой долей размытости будут и те которые на близком на переднем плане и те которые на дальнем плане я тут нашел ярко выреженные выраженные одуванчики на зеленом фоне напротив сухих деревьев деревов сейчас попробую сфотографировать вот так вот это выглядит на видео так вот это будет выглядеть на фото так вот это будет кстати угол обзора этого объектива зависит от того как на каком расстоянии расположено отверстие от чувствительного или элемента будь то это матрица или какая-то пленка а резкость зависит от диаметра этого отверстия чем диаметр отверстия больше тем чувствительность чем диаметр отверстия больше тем резкость изображения меньше и чем диаметр отверстия меньше тем изображение резче соответственно сами понимаете если отверстие маленькое то есть это попадает мало соответственно и освещённость получаемого изображения тоже низкая что причем чего приходится увеличивать заметил тут ветви такие фактурные сейчас попробую тоже пенхолом снять как раз виды получаются темного цвета на белом небе на ярком небе мне кажется будет хороший снимок покажу вам что я снимать пытаюсь вот этот кусочек должен попасть в пенхолл конечно объектив пенхолл такой творческий объектив я не знаю конечно можно будет потом продать эти фотографии или объектив использовать для каких-то коммерческих съемок но во всяком случае попробовать как-то что-то новенькое когда уже звенящая резкостью ваши фотографии вам надоели попробуйте пенхолл может быть он затронет какие-то ноты вашей души вы скажете да это моё это мой пенхолл это то что я искал тут блин ни хера не понятно ни черта не видно ну я так вижу и собственно говоря я так снимаю у меня получился объектив с фокусным расстоянием примерно 50 60 миллиметров это собственно говоря стандартный портретный объектив природу им снимать не очень камильфо лучше использовать конечно такой пенхолл для съемки портретов еще одним из волшебных свойств этого объектива объектива пенхолл является то что объектив не создает каких-либо дисторсий так как свет проходит сквозь него не преломляясь какими-либо оптическими элементами вопрос попросту говорят в нем нету линз соответственно нету искажений которые не создают притекает тут ручеек такой ложбинки и он ярко выражен думаю что для пенхола это то что надо до ручеек бликует в ручеке отсвечивается яркая яркая затянутые облаками небо получаются яркие объекты на темном фоне для пенхола то что надо дальше получается как будто в тумане все так что дорогие друзья если вам не помогает не алкоголь не наркотики не женщины или мужчины то делайте себе холл будете приятно удивлены с каждым снимком просто сказать будете просто пищать от радости после каждого снимка боже ты мой как это чудесно как я раньше фотографировал без пенхола сейчас попробую сделать фантастический снимок значит на дальнем плане у нас будет завод вон он там виднеется это кстати пистогольский металлургический завод дает стране чугун это будет у нас на дальнем плане на переднем плане попробую сделать какой-нибудь цветок ну какой цветок сток у нас будет или эти барашки баранчики или у нас будет одуванчик что-то желтого на среднем плане у нас будет травка может быть железнодорожные на осыпках все будет оптически и верно всяких геометрических искажений чтобы сделать такой фантастический снимок придется лечь на землю блин выключился лайфью режим внимание на старт еще чуть-чуть еще немножко так же видно там меня нет но не знаю как что это получится это блин мутная мутата кому это понравится ну снимал отсюда вот так с этого положения пойдем еще поищем здесь жена меня не убьет испачканную курточку ну собственно говоря продолжаю снимать все лежа такой информационный посыл всем понятен да на переднем плане цветочки на заднем плане завод типа он так сказать работает загрязняет окружающую среду цветочки все равно растут несмотря на то что он их убивает такой манифест все еще вдобавок так все размыто типа блин какая-то какой-то такой апокалипсис вот так вот развивайте мысли снимайте пин холл сходить короче с ума каждый по-своему если мое видео вас подвигло эксперименты визуальные ставьте еще раз лайк даже если вы уже поставили подписывайтесь на канал будем вместе что-то экспериментировать в сфере фотографии так друзья ну что пора прощаться кому было интересно пишите в комментариях пробовали вы снимать пин холлом или нет заинтересовали заинтересовал ли он вас скажет обычно какая-то блин поделка для не для настоящих фотографов заметить что пин холл камеры продаются если за 1x на алиэкспресс и вбить поиски пин холл там вы выскочит куча камер соответственно люди этим вопросом интересуются продаются даже специальные объективы с миниатюрным отверстием для подразличные байонеты так что хотел сказать ну и напоследок небольшой экскурс в историю значит десятом веке был такой астроном альхазен он использовал для наблюдения за солнцем палатку палатки проделывал ну как ставил палатку проделывал в стенке палатки маленькое отверстие через это отверстие светило солнце на специально выставлены для этого какой-то экран и он наблюдал с таким способом за движением солнца и за солнечным за и за задержением солнца и за солнечным затмением и он первый высказал идею о том что свет распространяется прямо линейно раньше люди были весьма темны в познаниях своих основном все только как бы чувственным способом познавали и не предполагали что из глаз исходят лучи такие невидимые они как бы все ощупывают и таким способом мы получаем информацию визуальным способом и вот альхазен первый высказал мысль о том что все таки все таки мы видим отраженный свет от тех объектов которые вокруг нас все очень счастлива ну а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok